Аллахумма салли аля сейдина Мухаммадин, аля аля сейдина Мухаммадин. Вознесение пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Шел 12-й год от начала пророчества. В 27-ю ночь месяца Раджаб, ангел Джабраил, алейхи салям, явился за пророком, саллиллаху алейхи вассалям, приведя с собой райское животное Бурак, полет которого быстрее, чем миг. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сел на Бурака, и в сопровождении ангела Джабраиля, алейхи салям, в один миг перенесся в Иерусалим. Они приземлились в мечети Маджид-эль-Акса, которая была местом поклонения в доисламские времена. Привязав Бурака к кольцу у ворот мечети, пророк Мухаммад, алейхи салям, зашел в нее. Его приветствовали собравшиеся там пророки прежних времен. Любимец Всевышнего, саллиллаху алейхи вассалям, в качестве имама совершил с другими пророками коллективную молитву в два раката. После этого ангел Джабраиль, алейхи салям, преподнес пророку, саллиллаху алейхи вассалям, две чаши. Одна была наполнена молоком, а другая — вином. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, выбрал чашу с молоком, и Джабраиль, алейхи салям, сказал, «Ты выбрал религию, которая соответствует человеческой природе. Ты и твоя умна будете на правильном пути. Если бы ты взял чашу с вином, твоя умна пошла бы по неверному пути». Затем ангел Джабраиль, алейхи салям, вместе с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, сидящим верхом на бураке, вознесся на первое, нижнее небо, и попросил открыть его врата. Когда ворота открылись, любимец Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, увидел там пророка Адама, алейхи салям. Справа от него были души его потомков, заслуживших рай, шахидов. Слева же души грешников, которым уготован ад. Адам, алейхи салям, созерцая души счастливцев, улыбался, а когда смотрел на души грешников, плакал. Увидев пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, отец всего человечества ответил на приветствие лучшего из людей и подтвердил истинность его пророчества. Потом ангел Джабраил, алейхи салям, и любимец Всевышнего, саллиллаху алейхи вассалям, вознеслись ко второму небу. Там пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, поприветствовал пророков Яхью, сына Закария, алейхи салям, и Ису, сына Мария, алейхи салям. Они ответили на приветствие пророка Мухаммада и подтвердили истинность его пророчества. Ангел Джабраиль и наш пророк последовали еще выше и поднялись на третье небо. Там они увидели пророка Юсуфа. Он ответил на их приветствие и подтвердил истинность пророчества Мухаммада. Когда они вознеслись к четвертому небу, то увидели там и поприветствовали пророка Идриса. Он тоже ответил на приветствие и подтвердил истинность пророчества избранника Всевышнего. На пятом небе повстречали они и поприветствовали Харуна, сына Имрана. Он, как и другие пророки, с почтением ответил на приветствие и подтвердил истинность пророчества любимца Всевышнего. Потом ангел Джабраиль и наш пророк вознеслись к шестому небу. Там увидели они пророка Мусу, сына Имрана, и поприветствовали его. И Муса, алейхиссалям, ответил тем же, признал пророчество Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Когда же пророк, саллиллаху алейхиссалям, покидал его, Муса, алейхиссалям, заплакал. Мухаммад, саллиллаху алейхиссалям, спросил его, «Почему ты плачешь?» Муса, алейхиссалям, ответил, «Я плачу потому, что в рай войдет больше людей из общины человека, который был послан пророком позже меня, а не из моей общины. В сопровождении ангела Джабраиля пророк, саллиллаху алейху ассалям, вознесся к седьмому небу. Там они встретили пророка Ибрагима, алейху ассалям, и поприветствовали его. Он ответил на приветствие и признал истинность пророчества Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям. Пророк Ибрагим, алейху ассалям, сидел, прислонившись спиной к Каабе небесных ангелов, Байтуль Маамур. Чтобы обойти эту небесную Каабу, ежедневно приходят 70 тысяч ангелов, и ни один из них больше не возвращается туда. Перемещаясь таким образом, они, наконец, вознеслись до Сидратуль Мунтаха, лотоса Крайнего Предела. Ангел Джабраиль остановился, сказав, что ему не позволено дальше продолжать путь. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, отправился дальше один. Он поднимался все выше и выше, пока не предстал перед Всевышним Аллахом за бесчисленными прекрасными завесами. И Аллах был и есть вне времени и места. Всевышний Аллах сказал своему посланнику, саллиллаху алейху ассалям, «Этой ночью ты у меня в гостях, потому проси все, что пожелаешь». Наш любимый пророк, саллиллаху алейху ассалям, лично для себя ничего не попросил. Он просил, чтобы Аллах проявил милость к его уме. В ту ночь Всевышний Аллах вменил мусульманам в обязанность совершать ежедневно 50 намазов. Возвращаясь назад, наш пророк, саллиллаху алейху ассалям, повстречал пророка Мусу алейху ассалям, и тот спросил его, «Что повелел тебе Всевышний Аллах?» Повелел совершать ежедневно 50 намазов. Пророк Муса алейху ассалям воскликнул, «А люди твоей умы не смогут сделать это. Возвращайся к Аллаху и попроси снисхождение». И так повторялось несколько раз. Пророк Мухаммад алейху ассалям из жалости к своей уме и побуждаемый пророком Мусой алейху ассалям, возвращался к Создателю до тех пор, пока количество обязательных намазов не было сокращено всемогущим Аллахом до пяти. Однако вознаграждение за их совершение Всевышний оставил прежним по милости своей. Таким образом, мусульмане, совершая ежедневно пять намазов, получат вознаграждение, если на то будет воля Всевышнего Аллаха, равная 50 намазам. Поистине, милость Всевышнего безгранична. Особым подарком Аллаха своему любимцу, саллиллаху алейху ассалям, стало состояние макаму-ль-умс. Блаженство, которое пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, испытывал, созерцая Всевышнего в ночь Вознесения, пророк, алейху ассалям, стал испытывать в намазах. В ночь Вознесения, в Ми'радж, нашему пророку, алейху ассалям, были показаны рай и ад, арш и курс, а также райский водоем Каусар, власть над которым Всевышний Аллах даровал своему любимцу, саллиллаху алейху ассалям. Посланник Аллаха, алейху ассалям, видел стража ада, ангела Малика, который никогда не улыбается. Видел в аду души людей, проедавших в земной жизни имущество сирот. Губы этих людей были похожи на верблюжьи, а в рот им бросали нечто, напоминающее большие огненные шары, которые прожигали их насквозь. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, еще видел ростовщиков с огромными животами, из-за которых они не могли сдвинуться с места. И когда войско фараона вели в ад, они топтали ростовщиков, попадавшихся под ноги. Видел пророк, саллиллаху алейху ассалям, и прелюбодеев, перед которыми находилось свежее мясо, но они ели гнилое и протухшее. Видел пророк, саллиллаху алейху ассалям, и подвешенных за груди женщин, которые рождали детей не от законных мужей, а от прелюбодеяния. В ту же ночь пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, вернулся в Мекку. На утро любимцу Всевышнего, саллиллаху алейху ассалям, явился ангел Джабраил, алейху ассалям, и сообщил ему, каким образом и в какое время мусульмане должны совершать каждые из пяти намазов. Когда пророк, саллиллаху алейху ассалям, рассказал людям о вознесении, Мирач, неверные ему не поверили. Некоторые курайшиты отправились к Абу-Бакру и спросили его, «За сколько дней можно добраться из Мекки до Иерусалима?» Он ответил, что с караваном можно доехать за месяц. Тогда они сказали ему, «А твой друг говорит, что вмиг добрался до него и даже до самих небес». И Абу-Бакр ответил, «Если он так говорит, я этому верю, и это правда». После этого случая Абу-Бакра назвали «сиддыком», что означает «правдивейший». А еще язычники потребовали от пророка алейху ассалям описать Мазиду-ль-Акса в Иерусалиме. Тогда Всевышний Аллах показал ее своему любимцу саллиллаху алейху ассалям. Она возникла у него перед глазами, и пророк алейху ассалям описал ее во всех подробностях. Но на этот раз курайшитам пришлось признать правдивость его слов. Потом неверные спросили пророка алейху ассалям о караване, который возвращался из Шама. Пророк Мухаммад саллиллаху алейху ассалям рассказал и о том, сколько верблюдов в этом караване, какой верблюд шел впереди и когда караван прибудет в Мекку. Когда же этот караван вернулся в Мекку, подтвердилось все, что говорил пророк алейху ассалям, но язычники и после этого не уверовали в него. О вознесении пророка алейху ассалям исползла на сура Корана, которая называется «Исра». Хадис посланника Аллаха саллиллаху алейху ассалям гласит, «В ночь моего вознесения, Ми'радж, я проходил мимо людей с ногтями из меди. Этими ногтями они царапали себе лицо и грудь. Я спросил ангела Джабраиля, кто они?» Он ответил, «Это те, кто в земной жизни ели мясо других людей, то есть сплетничали, и тем самым унижали других. Я также видел людей, которые ели мясо, отрезанное от своих же ног. Я спросил, «Кто эти люди?» Джабраил алейху ассалям ответил, «Это клеветники из твоей уммы, которые ели мясо своих же братьев. Я видел людей, режущих ножницами свои губы.» Я спросил, «Кто эти люди?» Ангел Джабраил алейху ассалям ответил, «Это проповедники из твоей уммы. Они призывали людей к добру, но сами забывали о нем.